Всем привет, с вами PitBikeLand, и сегодня на сборке у нас BSE PH10MX с электростартом и фарой. А это наш механик Дмитрий. Собственно, он и будет творить это чудо. Ты? Опять? Снова? С чего начинается любая сборка любого пита, который приходит к новым покупателям, своим новым хозяевам? Пойду чай. Нет, не чай, стоять. Снимаем коробку. Ну, собственно, на этом и все. Собственно, приходит PitBike в таком состоянии, весь в обрешетке, весь зафиксированный. Нам надо, что? Снять полностью транспортировочные болты, отсоединить элементы подвески, которые находятся в коробочке. Дима ее как раз разбирает. Все, 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 отпустываем, отрезаем, разбираем и все сюда. Никто ничего не видел? Да, конечно. Там мусорка из коробки. Давай, короче говоря, бери шуруповерт. Бери шуруповерт. И по очереди, получается, за мной. Я тебе сейчас буду просто отрывать болтики, а ты просто будешь откручивать. И все. Погнали. Ну, в принципе, смотрите, да, все закреплено, то есть, чтобы оно при транспортировке никуда не убежало. Все на хомутах прикреплено, есть щиток, ну, вдруг вы поедете на соревнования. Подножка здесь щитком, также втулка задней оси, да, или передней, передней оси. Передняя ось со втулками. То есть, все здесь в пакете, если вдруг что, ищите. Задний подкрылок не сняли, он, точнее, передний подкрылок лежал под задним колесом сразу. Но это сделано для того, чтобы уменьшить место в коробке. С этой стороны прикреплен руль также на хомутах, то есть, гидролинии уже проведены, ничего не надо. Осталось только прикрутить сами кронштейны. Давайте серьезней, пожалуйста. Собственно, подкинули руль, немного прихватили его, и на этом моменте пока все. Дальше сейчас будем вставлять траверсы перья, ну, и начинай собирать перед. Дадим. Ага, так и будет. Собственно, по конструкции, да, то есть, как он приходит. У него аморт вставлен только в верхнее положение. Вот если туда присмотреться, вот он стоит. А снизу он не закреплен для того, чтобы при транспортировке можно было сложить колесо к заднему хвосту. Но вы, собственно, сами видели. Вот Дима сейчас прикручивает стойки руляточным усилием. Они там с гайкой, с шайбой, гровером противооткручивающиеся. Так, там дотягиваем и затягиваем. Сверху пока не прихватываем, правильно? Чтобы потом надо регулировать, потом протянем. Это уже в самом конце, ну, скажем так, финалочка, да? Ну, да, да, да. В общем, тут такое дело. Вначале мы сказали, что это PH-10MX, который идет с электростартером фарой. Но мы чуть-чуть ошиблись. Электростартера нет, как оказалось. И просто щиточек. Мы, когда коробки... Это просто другая коробка была. Да, у нас просто вначале была другая коробка, и мы просто подумали, что это та коробка. Так обычно бывает. Ну, в принципе, различия для вас, да? Тут просто еще один идет жгут проводов на фару, и все, по сути. Да. Нет? Не на фару. Ну, вообще, я говорю, там дополнительно идет жгут на фару. Там дополнительно на фару, да. И все, по сути. Фара и ключ, ключ зажигания. Ну, это уже... Такое. Такое. Тут, собственно, Дима соединил провода именно на килл-свич, которые идут. А шланги тормозные уже прикреплены. То есть, по сути, спереди ничего... Многое... Ничего. Спереди соединили провода именно на килл-свич кнопку. Все остальное уже проведено, и ничего не требует подключения или чего-либо. Скинули сидушку. Для чего, Дима? Здесь нужно протянуть амортизатор. Задний амортизатор тоже нужно. Ну, как я показывал, за... Нижнюю часть, да, протянули. Ну, так просто удобнее для работы. Ставим перья. Значит, есть некоторые моменты при установке перья. Первый момент – это установить его по крышку. Желательно вот, чтобы крышка выступила. Ну, вот так вот. Из траверса, да. Второй момент – на подавляющем большинстве, на всех мотоциклах, на питбайках, в траверсе всегда крепежных два болта. И эти болты, эти болты нужно затягивать равномерно, то есть поочередно. Сначала их просто подтягиваем так, чтобы они подзатянулись. И затяжка идет равномерно, поочередно, каждого болта. То есть до одинакового усилия. Перетянуть тоже их нежелательно, потому что может в какой-то момент лопнуть либо сам болт, либо траверса вот в этом месте, допустим. Так, ну, в общем, амортизатор протягивается с достаточно сильным таким усилием, достаточно большим, чтобы гайка не раскрутилась. При этом нужно прожать вот эти крепления амортизатора до смыкания со втулкой, чтобы не было люфта. Давайте покажу вот так вот. То есть вот эти моменты надо допрожать. Да, до конца сжимаем, чтобы оно подошло к втулке и не было. Оно сжимает втулку амортизатора с обеих сторон и исключает вот этот осевой люфт. Ну и, собственно, снизу аналогично. Вот такая незаурядная поза, когда колесо держится ногами. Механика, закручивается втулка и, собственно, затягивается именно точно так же. Вот, собственно, амортизатор на месте. Ну, теперь на очереди крыло. То есть он сначала просто наживляет. Потягиваем уже от руки. Да. Передний щиток, в принципе, крепится очень просто. Снизу загоняется в два паза. Сейчас как бы так подлезет. Вот. На две шпильки на крыло. На две шпильки на крыло, да. И сверху вставляется в пазы. Потом прикручиваем. Ну, собственно, мы подходим к чему? К тому, что ставим колесо. Ставим колесо. Переднее сюда. Есть такая штука, как втулки колесные. Втулки колеса. Пусть так называются. Короче, они разной длины. И на БСЕшках, на пятах, а также на других пятах, они устанавливаются, как правило, длинной втулкой к тормозному диску. Короткой втулкой туда, в другую сторону. Бывают, конечно, разницы. На некоторых БСЕшках они ставятся на оборот короткой втулкой к диску. Но тут просто надо посмотреть, чтобы колесо было не наперекос, а по центру между перьями. В основном на пятах ставятся короткой втулкой сюда и длинная к тормозному диску. То есть накернили с той стороны втулку, здесь, бам, проводим, смещаем с оси по колесу. Прошла к колесу, вот выходит с этой стороны. Да, вот здесь получается, мы увидели, что ось у нас вышла. Мы ее ставим втулку сюда. Совмещаем. Все. И все. Колесо на месте. Собственно, воткнули суппорт, в разжатые колодки. Также по осям его воткнули в места крепления. Раз, два. И протягиваем. Тоже протягиваем с усилием, но так, чтобы не перетянуть. После любых покатушек, после всяких покатушек, и не только. Лучше перейдите. Are you finished, Mr. Slayne? I'm just getting warmed up. Вот так. Что? Какой тормоз чаще используем? Задний, передний? Задний. А почему? Чтобы... Ну, лучше, когда жопу заносишь, чем перед. Вот. Вот. Жопу ты своей жопой выруливаешь обычно, а перед ты никак не вырунешь. Заметки гонщика, жопу ты своей жопой выруливаешь. Да, это цитаты. Вы, кстати, на шум не обращайте внимания, у нас просто там еще ремонтируется другая техника. Возьми вот этот ключ и пойдем. Не-не-не, это ключ для особо важных действий. Рикард вышел на охоту. Чтобы питбайк стал питбайком, нужно надеть вот эту защитную штуку. Обязательно перекрутить ее в БСЕ вот сюда, чтобы все видели, что ты едешь на БСЕ. Листок дизайна. Да, да. Почему она, блин, не закреплена? Стас, ты опять домой, чтобы поехал в коробку, блин. Накидываем сидуху. В этой версии нам ее просто накинуть. А если версия у вас с электросартером, с фарой, здесь еще находится аккумулятор. Ну, короче говоря, перед тем, как мотик с подставки снять, нужно установить боковую подножку. Но ее можно установить разными способами. Один из способов, я сейчас покажу, он наверняка, конечно, кому-то известен, кому-то нет. Ну, просто для интереса. Значит, первый способ это, собственно, устанавливаем подножку боковую сюда, закручиваем ее, затягиваем. И после этого пружину натягиваем с помощью вот такого инструмента. Он называется инструмент для натяжки пружин. Такой просто крючок, да любым крючком. Либо, если его нет, либо, если такого крючка нет, или не из чего его изготовить, пружину на подножку можно натянуть очень простым способом. Просто ставим ее сразу сюда, оттягиваем ее, это довольно-таки несложно. И все, в принципе, главное совместить сейчас вот отверстие с резьбой. Чуть-чуть оттянуть и поставить болт, а дальше затянуть, как обычно. У БСЕ-шек есть такая интересная особенность. Здесь у них уже смазанные тросы газа, допустим, да. И изначально очень большой свободный ход троса газа. То есть считай половину ручки, половину там, ну не половину, там 30% ручки, трос просто не будет работать. Это неудобно. Затяжку цепи, протянуть, амортизатор, амортизатор мы, кстати, уже затягивали, затяжка болтов двигателя, основные узлы, пропитка воздушного фильтра, полностью подготовка к тому, чтобы можно было сесть на мотик и сразу же поехать, и он будет готов к использованию. Ну, с чего мы начнем? Ну, вот, хотя бы какой-нибудь из этих пунктов. Регулировка углов положения рычагов сцеплений тормоза. Кстати говоря, мотики изначально приходят с неотрегулированными углами. Регулировка происходит самостоятельно, но мы, предварительно, немножко опускаем вниз, чтобы было удобно ехать. И пробовать мотик. Да, свободный ход. Рекомендация по установке свободного хода сцепления. Мы обычно устанавливаем их так, чтобы само сцепление начало срабатывать примерно от середины хода ручки. И чтобы оставался в конце свободный ход внизу. Как обычно, его рекомендуют 7-10 мм на конце ручки. То есть, в этом положении сцепление уже полностью откручено. И есть свободный ход, чтобы оно не пробуксовывалось. Дим, ну, собственно, и теперь извечный, наверное, вопрос, да, особенно у новичков. Как правильно пропитывать фильтр воздушный? Берем пропитку для фильтра воздушного. Берем фильтр воздушный и пропитываем. Ну, нет, это вопрос. Ладно. Но на самом деле просто равномерным слоем пропитать всю поверхность, чтобы пыль, которая попадает в фильтр-бокс и так далее, а она прилипала вот сюда и не попадала в двигатель. То есть, не сильно большим слоем, ровным? Просто главное равномерно. Толстым слоем заливать его не надо, иначе это будет уже... Ну, двигатель будет по-другому работать. Со всех сторон и с этой тоже? Да, чуть-чуть, немножко тоненьким слоем буквально, чтобы вот он просто равномерно все покрыл. Ну, и теперь осталась финалочка. Тих-тих-тих-тих. Да ладно, она не боится. Техника безопасности прежде всего, закрыли. Наполняем живительной жижей. Окей, кран у нас открыт. Ну, заводить. Пацусик. Так вот бывает. Ну, собственно, на этом подготовка и сборка питбайка закончена. Обязательно не забывайте протягивать после покатушек все соединения и узлы. А перед покатушками не забывайте обязательно прогревать хорошо свой питбайк. Как-то так? Да. Подписывайтесь на наш канал. Ссылочки на инстаграм и вк в описании. С вами был питбайклен. До новых встреч. Пока. Да, пока. Жопу ты своей жопой выруливаешь обычно, а перед ты никак не вырубишь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok